Наш показатель инфляции по отношению к прошлому месяцу оказался едва заметным, а вот если сравнить его с прошлогодним, то повышение на все виды товаров и услуг отмечено на уровне 5%. Хотя даже эти цифры на фоне общей ситуации звучат как детский лепет. Цены устраивают. А куда денешься? Надо, чтобы пенсии хватало и все. А там? Ну все дорожает. Например? Ну как, например, продукты, питание, основу питания. Как выживать? Зарплату надо поднимать, думаю. Стабильность была. Президент обещал зарплату поднять госслужащим. Надеемся. Продукты очень хорошие цены, бешеные. И их не захочешь. Дорого все дорого. Детские сады дорого, школа дорого, лекарства дорого. Продукты тем более. Как выживать? Ну, воровать даже надо. Я не знаю, коммерцией заниматься. А что еще делать? Жить-то надо. По области мониторинга, анализ цен специалистами управления статистики показал следующее. Баранина, говядина, свинина, а также мясо птицы в среднем подорожали на 4-5%. Молоко, яйца, творог выросли в цене на 3 и более процентов. Связано это с наступлением холодов. Произошло также сезонное увеличение стоимости распространенной овощной продукции. Картофеля, лука, моркови и капусты. Правда, было и незначительное снижение по ценам на отдельные овощи. Снизились цены на свеклу на 14,9%, морковь на 5,4%, лимоны на 18,1%, яблоки на 4,2%, мед на 3,5%, детское питание на 1,2%. По непродовольственной группе товаров рост цен отмечен на одежду и обувь, поддержанные легковые автомобили, зимние дистоплива, бензин, дорожные и бытовые товары, музыкальные инструменты и, как ни странно, зонты. Ну и, конечно, заметный скачок цен произошел в сфере платных услуг и тарифов. По платным услугам ценные тарифы выросли на поездку автобусом внутригородского сообщения на 45,5%, воздушный пассажирский транспорт на 11,6%, мойка машин на 7,6%, удаление зуба на 6,6%, ремонт женской обуви на 4,1%. Снижение цен зафиксировано на железнодорожный пассажирский транспорт на 1,7%, центральное отопление на 0,1%. В общем, по стране ситуация похожая. Как сообщает Казанформ со ссылкой на Республиканский комитет по статистике, в отчетном периоде подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо и рыба, масла и жиры, сахар и кондитерские изделия. Средняя цена на овощи в ноябре составила от 72 до 119 тенге за килограмм. Ирина Горь, Сергей Калашников, программа «Факт».